есть зависимые которые находятся в реабилитационном процессе и вот вопрос помощи их родственникам работы с их родственниками работы их родственников над собой над своими проблемами это вопрос важный зачастую встающий остро в том числе если говорить со стороны родственников то зачастую встающий так а зачем нам это и почему мы должны это делать и с чем связана такая необходимость во первых есть некоторые базовые вещи совершенно очевидно что зависимость это не проблема касающаяся одного человека как многие годы конечно же думали но уже как-то все прогрессивное человечество не то что уж какие-то ученые практики понимают что это не просто проблема касающиеся вот одного члена семьи это проблема касающиеся всех членов семьи и уже не одно десятилетие далеко не одно десятилетие понятно что это касается всех членов семьи не потому что зависимые это проблемные родственники все остальные от этого страдают а давно понятно что зависимый в семье Это внешнее проявление внутренних проблем семьи, которые существуют и все-таки, будем говорить прямо на сегодняшний день, не одно поколение. То же самое касается и жен зависимых, потому что совсем уж понятно становится, что за человека, имеющего генетическую предрасположенность к зависимости, а значит несущего на себя отпечаток психологический, психосоциальный, выйти замуж сможет человек предрасположенный к таким отношениям. Потому что даже до употребления и вне употребления зависимо имеет целую массу своих особенностей, которые приводят к тому, что он, будем говорить, личность неприятная для целостной личности. То есть я имею в виду, что во взаимодействии с ним, в тесный интимный контакт не сможет вступить целостная личность, ей будет скучно, неинтересно со всеми этими манипуляциями, которые у него в арсенале, со всеми этими претензиями, которые у него неизбежно есть как симптомы. Даже еще до какого-то там активного употребления, когда очевидным становится, что он алкоголик, наркоман или игромат. Вопрос всегда встает так все-таки. А вы там родственники зависимых действительно, полноценно, трезво оценивая себя, ощущаете свою целостность и свою эффективность жизни собственной? Действительно ли вы человек, не имеющий серьезных, неразрешенных на сегодня проблем, с которыми вы сами не способны справиться? И возможно во многих каких-то направлениях много людей могут сказать, что да, я считаю, что у меня там как-то все нормально в жизни, вот кроме того, что зависимый родственник. Но меня как человека, работающего с зависимыми непосредственно в реабилитации, ну и человека, работающего вообще с аддикторами в широком смысле, интересует вот такой вопрос. А когда мы с вами проясняем, что оказывается какое-то время назад вы повторяли одни и те же действия, ожидая разного результата. И обеспечивали зависимому его путь к смерти. Снимали квартиры, оплачивали долги, вытаскивали из полиции, предоставляли диван, предоставляли еду, предоставляли возможность реализовываться в этой болезни. Хотя уже, возможно, часть из вас какое-то время знали, слышали от специалистов в том числе, и от других людей, что он использует это для себя, чтобы убивать себя. Так вот тогда вопрос, а разве это не сигнал о серьезной проблеме, перед которой вы бессильны? Существуют уже материалы теперь, да, и видео на ютубе, я об этом говорю, и приглашал более опытных специалистов говорить об этом, что в созависимости есть свои скрытые выгоды. Во всех этих страданиях, стинаниях, во всем этом многообразии оправданий, почему я это делаю, есть выгоды. Это своего рода, упрощенно говоря, наркотик для созависимого, контроль и спасательство. Контроль, спасательство, насилие, попытки менять зависимого, это своего рода наркотик. И на самом деле, человеку созависимому тяжело предположить, почему и как он будет жить без этого. Хотя человек этого признать в себе не может. Если говорить про честность, про правду и про окончательную точку в вопросе созависимости, то созависимому выгодно делать все то, что убивает зависимого. Выгодно. В этом есть выгода. Именно поэтому созависимость это не перекос в любви. Это не имеет отношения к любви. Это противоположно любви. Это основано на эгоизме, как зависимость. Она требует, требует, чтобы рядом были те люди, которых надо будет спасать, менять, угождать и так далее, и так далее, насиловать. Вот это надо понять и признать. И если до этой базы вы не дошли, то все, в принципе, довольно долго, еще будет довольно проблемно. И вот теперь, когда ваш родственник попал на реабилитацию, у вас схлынуло все то напряжение, которое было, пока он был дома. И вам показалось, что, в принципе, решать проблемы не надо. И мы очень часто слышим, послушайте, я столько лет воцерковлена, зачем мне все это? Очень часто мы слышим, что родственники зависимых уже находятся в каких-то тренинговых практиках. Еще такое, да, что узнала, я теперь лекции злобина смотрю, я узнала, а значит, я теперь пробую вести себя по-другому. Или вы уверены, что вам там достаточно выздоровления в шагах? Кстати, между прочим, тоже. Это тоже одна из историй. Что я в шагах и мне не надо. Да нет. Для того, чтобы в шагах прийти к какому-то уровню здравомыслия, просто в шагах, к какому-то серьезному уровню здравомыслия, чаще всего нужно намного больше лет, чем наркоманам, алкоголикам. Созависимым нужно гораздо больше. Потому что проблемы больше скрыты и спрятаны. Не так остры. Очень многие созависимые с большим трудом выздоравливают. И не активно. Потому что, ну, не валялись под забором. Нет острого ощущения дыхания смерти в затылок. И когда вы приходите на консультации к консультанту, имея в виду, что вы очень много понимаете о проблеме своей, то вы не можете получить помощь. Что и выливается в то, что как-то большая часть родственников, зависимых, находящихся в реабилитационном центре, не идет по той программе, которую мы предлагаем. Считая себя уже гораздо выше этого. Если ваша судьба, да, ваш путь привел вас к тому, что мы с вами столкнулись, мы работаем с вашим родственником зависимых и предлагаем нечто вам, я не вижу ни одного здравомысленного повода, ни одного. Чтобы от этого отказаться. Вам не предлагают прыгать вниз головой, вам не предлагают ничего кощунственного и постыдного, вам не предлагают ничего сверхъестественного, вам предлагают посмотреть, как ваша болезнь влияет на вашу жизнь. Понемногу, потихоньку, разбираясь, никуда не спеша, выполняя задания, которые позволят лучше увидеть. Вы уже это делали? Да ради бога, сделайте еще раз. Никакого ущерба от этого быть не может. У нас нету такого правила, что вы обязаны включиться в эту работу. У нас нету такого правила, что мы не примем вашего зависимого реабилитационный центр или выгодим его, если вы с нами не работаете. Но подумайте это о том, что у вас есть возможность бесплатно получить то, чего возможно у вас нету, а касается оно вашей болезни созависимости, которая смертельна и для вас, и для ваших близких, и для будущих поколений ваших. Так вот, у вас есть возможность получить это, а вы отказываетесь от этого на основании того, что думаете, что вы достаточно здравомысленны, чтобы определить, а вот, значит, мне достаточно, мне тут не надо. Подумайте о том, что вот в этой смертельной болезни и в смертельном вредительстве другому больному, который рядом с вами, у вас есть возможность что-то получить новое, что-то чуть-чуть расширить, какое-то свое знание или углубить какое-то понимание проблемы. И получить какой-то новый инструментарий, новое видение для того, чтобы меняться фундаментально, а не для того, чтобы овладевать каким-то контролем. И подумайте о том, что, возможно, как и раньше, уже неоднократно это, скорее всего, у всех бывало, вы лишь думаете, что вы на сегодняшний день нашли какую-то практику, которая является выходом. А на самом деле она может оказаться пустышкой, потому что приобреталась эта практика, бралась эта практика для того же, куда и двигает вас болезнь, да, как я уже много раз здесь повторил. Так вот, при всех, при этих вероятностях, условиях и том, что вам предлагается, есть ли хоть одна по-настоящему здравомысленная идея, на основании которой от того, что мы предлагаем, можно отказаться? Продолжение следует...